Митинг-рекординг. Митинг-рекординг. Все? Окей, все хорошо. Все окей? Да. Если можно, экран чуть пониже, а то выводы на половину. Да, отлично. Лучше. Лучше. Так, хорошо. Все? Так, ты... Так, все. Начинаем, правильно? Начинаем? Да. Все. Значит, добрый день. Сегодня я хотел поговорить про День Иосолима. Праздник, который у нас будет в следующие, ближайший с Йомой Зон, и который является самым новым еврейским праздником, установлен, как все знают, в 67-м году как захвата Иосолима в шестидневной войне, и я хотел обсудить его смысл и какие из него следствия. Значит, прежде всего, мы все очень часто повторяем, что это праздник победы в шестидневной войне. Значит, есть как бы... Более правые всегда подчеркиваются на праздник победы в шестидневной войне, более, так сказать, центристы говорят, что праздник объединения Иосолима, а левые вообще не празднуют этот праздник. Но, мне кажется, такая тартовка, конечно, она правильна, но не отражает главной сути дела. Ведь у нас нет праздников победы в войне. Например, День независимости из Иоанна не является праздником победы в войне в независимости. Вообще, День независимости, война... Сейчас, секунду. Извините, у меня проблема. Да. Да, так вот, День независимости Израиля не является праздником победы в войне в независимости. Наоборот, с этого дня, с приглашения независимости, война началась, а вовсе не закончилась в этот день. Закончилась она там через год, это в 2009 году. Теперь, День Иерусалима, это тоже не день окончания шестидневной войны. Моя статья, что это как бы самый главный символический день. Но мне кажется, что суть его совсем в другом. Например, у нас были войны более тяжелые, например, там, скажем, война Йом-Кипур. И мы никаких таких праздников не устраиваем. А, например, если говорить о расширении территории Израиля, то тоже к концу войны в независимость мы гораздо больше контролировали территории, чем в начале войны в независимости. Но тут тоже нет такого праздника. То есть, я думаю, что смысл совсем другого. И я хочу предложить следующий подход. Что День независимости и День Иерусалима это два праздника современного Израиля, которые означают его разные уровни, разные, как бы, разные смыслы государства. Как в компьютерной игре, скажем, вот человек играет на одном уровне, вот он выиграл, добился успеха, его переводят на следующий уровень. И День независимости и День Иерусалима это два разных уровня, на которых существует государство Израиль. И мы, празднуя День Иерусалима, который будет в ближайшее воскресенье, должны именно, как мне кажется, на этом свеоточиться. На то, что теми методами, которыми мы выиграли войну за независимость, мы не можем, то есть, на котором мы прошли первый, прошли первый этап, как бы, да, прошли первый уровень, этими методами мы не можем выиграть второй уровень. Второй уровень требует совершенно других методов. А главная проблема Израиля, как мне кажется, что мы продолжаем играть на втором уровне в тех же понятиях, в тех же методах, в тем же понятийным аппаратом, как мы играли первый уровень. А это совершенно неадекватно второму уровню игры. Именно поэтому мы, в общем, пока не добились успеха. Теперь, да? Нет, я думаю, что это относится к разным уровням. День независимости – это выход на первый уровень, День Иерусалима – это выход на второй уровень. Вот с первым уровнем у нас все хорошо, мы с ним справились. Со вторым уровнем у нас все плохо, мы с ним не справляемся. И в этом заключается вся наша проблема. Теперь рассмотрим для начала, что такое пример неадекватности поведения на разных уровнях. Например, есть стандартное еврейское поведение в диаспоре. Если есть проблемы, что нужно делать? Обращаться к общественности, обращаться к царю, кому-то там взятки давать. Это было со стандартным еврейским поведением тысячелетия. С точки зрения существования независимого государства Израиль, все эти методы, разумеется, абсолютно неадекватны. Если мы пытаемся с такими методами пытаться выигрывать израильские проблемы, то мы, разумеется, государство не может выигрывать эти методы. Мы выигрываем совсем другими методами. Методом военных действий, методом экономического усиления, методом превращения государства. Совершенно другие. Абсолютно другая ментальность, другой подход, другая система, абсолютно другая методология, другой пунктийный аппарат. Так вот, это мы, разумеется, все прекрасно осознаем. Но что с первого вот этого уровня на второй уровень переход, что это точно такой же громадный переход, этого мы не осознаем. И из-за этого проигрываем. Но всем вам, конечно, прекрасно известна фраза, что Израиль выигрывал все войны, но проигрывал во всех переговорах. Теперь, почему Израиль проигрывал во всех переговорах? Именно потому, да, кстати, он проигрывал во всех переговорах после шестидневной войны. До шестидневной войны Израиль никаких переговоров не проигрывал. Наоборот, выиграл войну, аннексировал, захватил территории и тут зааннексировал. То есть, ввел себя Израиль в 1948 году, ввел себя как всякое нормальное государство более-менее западного вида, которое выигрывает военность независимости. И поэтому тогда эти методы были адекватны. А сегодня они неадекватны абсолютно. То есть, мы не умеем действовать нужными методами. Например, скажем, главная наша проблема сегодня уже давно не являются, ну, в 16-м году это было, в 73-м году это было, а потом это перестало быть. Нашей проблемой не является военная мощь. То есть, неприятельские армии. Действительно, вот Хизбалла, там еще можно и от этого им пострелять. Но в целом, наши главные проблемы, это вовсе не ракеты Хизбаллы. Наши главные проблемы, это, например, прорывы в международных организациях. Можно сказать, что они просто все не любят Израиль, но это не ответ. Потому что были ситуации, в которых они прекрасно нас любили, когда мы вели себя иначе. Например, движение антиизраильское, там, за бойкот Израиля. Палестинская автономия всюду проводит всякие самые антиизраильские изолюции. Вот самое последнее, уже, по-моему, совсем... То есть, как бы это нам даже смешно, как это вообще может быть? И тем не менее, это реализуется. Я уж не говорю там про изолюцию ЮНЕСКО, который называет арабскими названиями там, храм в угору. Но здесь недавно, по-моему, в Семейной организации здравоохранения приняла антиизраильскую резолюцию. Потому что палестинская администрация подала эту резолюцию. Там было сплошное вранье, абсолютно. Фотографии не оттуда взятые. всякие выдумки, что Израиль заражает палестинских изглеченных там раком, болезнями. То есть, там, забирает их органы для пересадки. Ну, самый абсолютный, абсолютный бред. Что палестинских изглеченных специально там пярят радиацией. То есть, не просто, как бы, вещи, которые могли бы быть, а вещи, которые заведомо никак не могут быть. И тем не менее, в Семейной организации здравоохранения прекрасно все это приняла. И проголосовала. Теперь, то есть, мы, конечно, еще не дошли до ситуации, нам еще далеко все-таки, давление на Израиль, как там на Южную Африку, скажут. Но совершенно понятно, что именно этого добиваются. То есть, добиваются постепенно давление, динамитимация Израиля. И с этим мы тотально проигрываем. То есть, у нас все отлично в военной области, все очень плохо в дипломатической области. Информационной, дипломатической, почему так происходит? Я думаю, что скидывать это на то, что люди там все эти жажды стряда антисемииты, это абсолютно неправильно. Причины совершенно, да, вот здесь замечательно, мне сказали, левые уроды. Ну что, это же ответство, левые уроды. Это не ответ, потому что мы же не говорим, что они хорошие. Они, допустим, враги. Но мы должны играть так, чтобы выигрывать у врагов, а мы играем вместо этого так, чтобы проигрываем. Значит, мы плохо играем. Вопрос в том, что они плохие, потому что они наши враги, это не ответ. Да, левые играют на стоянии арабов. Это же, так сказать, это обоснование для нашего прозвища. Нет, значит, мы должны играть подругом, а мы не играем подругом. То есть, у нас все-таки как-никак более-менее правое правительство. Можно сказать, что недостаточно правое, что надо бы еще правее, что они на самом деле там идут слева на всякие соглашения. Но это старше стало, наверное, недостаточно правое. Но с этим древом тоже нельзя назвать. То есть, причина совсем-совсем в другом. Теперь, в чем же причина? Причина, я думаю, в том, что мы не перестроились, что мы играем на совершенно новом уровне. Что наша главная проблема, она не в военной области. Наша главная проблема в области идеологической. И мы не формулируем и не проводим никакой внятной идеологии. Никакой внятной системы. То есть, все слова, что мы хорошие, мы правы, и все наше, мы никак это не подкрепляем никаким реальным действием. И это происходит потому, что общество совершенно не осознает ситуации. Теперь, почему это важно? Давайте я приведу пример из другого сначала места, из другого, чтобы понять, как происходят такие вещи, такие сбои. А после этого вернемся мы к нашим вещам. Я хочу привести пример из Америки. Давайте посмотрим, успешную ли политику ведет Америка. Вот, то есть, у нее экономика успешна, это несомненно. Но успешную ли она ведет политику? Опять-таки, можно сказать, сейчас у нее там Обама, а раньше все-таки был Буша, был Рейган до этого. И даже при Буша и Рейгане была ли политика успешной? Например, рассмотрим войну, которую Америка ввела 50 лет назад. Это была Корейская война. В результате Корейской войны Америка смогла создать государство Южная Корея, удержать это государство, и оно является успешным экономически и политически, и духовно, является совершенно примером нормального успешного западного государства. То есть, может быть, оно нуждается в американском там ядерном зонтике, чтобы его Китай не съел, но в смысле собственной внутренней жизни Америка совершенно не вмешивается в Южную Корею, Южная Корея вполне самостоятельно ведет нормальную совершенно жизнь. Во всех планах успешно. Теперь, рассмотрим вещи, которые Америка, это было 50 лет назад, а что делала Америка последние 25 лет? Всюду, где Америка вмешивалась, результаты плачевные. например, разбавила Афганистан прекрасно, на военном поприще полный успех, а после этого совершенно полный неуспех, никакого американского влияния в Афганистане реально нет. Ну, там кто-то и держится на американской помощи, но внутри самого Афганистана совершенно не дееспособно правительство. То есть, сколько Америка войска уберет, его тут застилут. То же самое с Ираком. Америка начала войну в Ираке, очень наверное хорошо, что она ее начала и стилула с Адама Хусейна, но после этого результаты полностью плачевные. То есть, сегодняшний раз Ирак как государство отнюдь не является ни стабильным, ни успешным и вообще не может существовать. Вопрос, почему же Америка это же то же самое, что Израиль? То есть, выиграла на поле боя и тотально проиграла, ну, даже не за столом переговоров, а просто вот, то есть, если можно еще про Израиль сказать, что нас, допустим, чтобы там, нас кто-то не любит, и мы не можем действовать самостоятельно, потому что Америка это могла действовать самостоятельно в Ираке, все, что хотела сделать, то и сделала, и результат полностью плачевный. А делать никакой не Обам, это делал Буш. И делали это неоконсерваторы. Теперь, почему же они, вот, давайте вот тебе пишут, Афганистан горная сторона, там легко скрыться, это же не ответ. Вы все знали, что Афганистан горная сторона? Мы все знали заранее, что в Ираке есть суниты и эшииды. То, что Америка успешная сторона, что она является желанной для проживания, это разумеется. Я же говорю не об этом. Израиль тоже абсолютно успешная сторона в смысле нашей внутренней жизни. Мы являемся абсолютно желанным для проживания, в общем, многих, я думаю, сотен миллионов людей на земном шаре, которые прекрасно бы въехали в Израиль, если бы мы только разрешили. Но и далее бы гражданство. Поэтому то, что мы успешны внутри себя и Америка успешна внутри себя, это не вопрос. Я спрашиваю в решении внешнеполитических вопросов. И Израиль абсолютно неуспешен в решении внешнеполитических вопросов. Это казалось бы, можно пытаться объяснить тем, что она сдавит. Но вот, пожалуйста, вот вам Америка и она тоже неуспешна в решении внешнеполитических вопросов. То есть, все, что она сделала на Ближнем Востоке, победив в Ираке и в Афганистане, она полностью проиграла в ходе мирной жизни. Это полностью аналогично тому, что мы проиграли в ходе переговоров. теперь, в чем же причина? Причина, я думаю, в том, что для Америки тоже есть другой вызов. Она высвела другой уровень и не заметила этого. Пропустила этот момент и играет по прежнему правилам. И как только она играет по прежним правилам, она проигрывает. То есть, Америка находилась в противостоянии между Западным блоком и Советским блоком. Вот эта самая холодная война. В этой холодной войне фактически она, ее структура очень сильно была похожа на структуру Второй мировой войны. Действительно, в Второй мировой войне был Гитлер общим врагом, когда, то есть, диктатура и, так сказать, государство злодей, которое внутри себя прежде всего злодеи и поэтому мешает всем остальным. И точно так же Советский Союз был. Империя Зла. И вот с этой Империей Зла они научились работать. Для них, с Империей Зла есть, допустим, Советским Союзом ядерное равновесие. Война идет на окраинах, как бы не напрямую, между сверхдержавами. И в этой ситуации, захватив кусок Кореи, Америка превращает ее в Америку, то есть в свою цивилизацию. И там, действительно, христианство, это похоже, все можно сделать. Но Ближний Восток это совершенно другая вещь. Это абсолютно другие задачи. После распада Советского Союза ситуация кардинально поменялась. А неоконсерваторы американцы, еще раз, я не говорю про американских левых, я говорю про американских правых, продолжали думать теми же понятиями. Например, что их цель установления демократии. или их цель там свобода, что они продолжали думать теми же понятиями, с которыми они воевали с Германией, а потом воевали с Советским Союзом в Холодной войне. А эти понятия абсолютно неадекватны. Поэтому можно ли было, например, в Афганистане или в Ираке после того, как они, американцы, победили в военном противостоянии, могли ли они сделать так, чтобы полностью выиграть в гражданском противостоянии. В Афганистане мне это не оценить, я меньше знаю структуру, мы просто как-то как-то меньше знаем ее, меньше попадает на нашу просто информацию. А вот в Ираке совершенно очевидно. То есть вместо того, чтобы пытаться сделать проамериканское государство Ирак, как они мыслили всегда и мыслили с Боевой Советским Союзом создавать проамериканские западные демократии, вместо этого нужно было тут же делить страну. То есть признавать независимость курдов, делать отдельное курдское государство, сказать, что сунниты и шииты могут прекрасно пригласить свои государства и пусть воюют сколько хотят. Помогать своим, то есть помочь курдам захватить побольше территории, обосноваться на этой территории и отражать атаки суннитов и шиитов. Курды, в отличие от суннитов и шиитов, их самоинфикация национальная, а не чисто религиозная. Курды бывают разные, тем не менее, и даже язычники, тем не менее, они готовы помогать курдам. Вот превозглашение курдского государства и опора на это государство принесла бы выигрыш Америки. Действительно, сунниты и шииты вот там же продолжали бы воевать. Ну и продолжали бы. И кому это интересно. И пусть они себя уничтожают. Они говорят, если мы разделим Ирак, то тогда шииты попадут под влияние Ирана. А мы не хотим. Ну и действительно. И все равно они попали под влияние Ирана. То есть, ничего не помогло. То есть, вся попытка играть на предыдущем уровне, на уровне построения западных демократий, она является попыткой абсолютно ложной. Ключом является на Ближнем Востоке совершенно другое. Опоры на национальные государства. Национальные государства вместо империй. Что такое империя, в отличие от национального государства? Империя это там, где есть доминирующая сила, которая другие окраины, так сказать, которые других народов себе подчиняют. И вот Иран, например, является типичной империей. И Ирак на самом деле является империей. Поэтому вместо попыток установить демократию, урана там устанавливать демократию вместо этого надо было строить национальные государства. А потом уже они когда-нибудь дойдут до демократии. И вот так. И не нужно совершенно вот этот принцип нерушимости границ, который возник в Европе после Второй войны. Почему возник принцип нерушимости границ? Потому что мы захватили все, что хотели. Россия отхватила от Германии все, что хотела. А теперь принцип нерушимости границ. Шельский шельскость не отхватил. Это принцип совершенно действующий в Европе, поскольку победители пишут ситуацию. Но он абсолютно не адекватен для Ближнего Востока. Поэтому никакой принцип нерушимости границы там Афганистана или Ирака или Ирана вообще не должен быть. Это совершенно весть, которую надо с самого начала выкинуть. И наоборот опираться на то, что небольшие национальные государства могут выстоять против империи, если Америка делает им зонтик. Этого достаточно. То есть если их не будут бомбить, то они тогда вполне выживут. Вот собственно и все. Теперь. И вот в этом плане Америка не смогла на это перестроиться. То есть она продолжала, ее правые силы не левые, левые это вообще мы не осматриваем, ее правые силы совершенно не смогли перестроиться на новую заявку. И поэтому она проигрывает реально. Опять-таки она проигрывает в смысле тех вещей, которые она хотела бы сделать в международном масштабе. Я не говорю, что она, может быть, она не так хочет там поделать Израиль, здесь можно сомневаться, но что, что Америка в Ираке хотела сделать проамериканское правительство, федеральное, федеративное государство, в этом точно можно не сомневаться. И она полностью проиграла. То есть отсюда простейший вывод. Военная сила при отсутствии идеологических проработанных адекватных установок ни к чему хорошему привести не может. Нельзя выиграть военной силой без неадекватной идеологии. И, в общем-то, то же самое у нас происходит в Израиле. Я попробую ответить. Определите, пожалуйста, во-первых, это неокрайние логики Дональда Трампа. Это не надо. Не надо. Это отдельно. Это я ничего не сказал. Ничего подобного. Давайте все-таки отвечу на вопросы. Первый. Определите, пожалуйста, что означает успешность внешней политики. Ответ. Успешность внешней политики это достижение тех целей, которые поставлены в качестве целей. Если ты поставил какую-то цель, то если ты ее достиг, твоя политика успешна. Если ты ее не достиг, твоя политика неуспешна. Это то же самое, то же самое так, что такое человек умный. Умный человек, который умеет достичь тех целей, которые он перед собой ставит. Что такое человек не умный, который не умеет достичь тех целей, которые он перед собой ставит. Если ставит перед собой цели хорошие, добрые, то он называется праведником. Если он ставит себе цели плохие, он называется злодеем. Но умный он или глупый, или успешный, неуспешный, независимо от того, какие он себе цели поставил, праведные или злодейские, а умеет ли он их достичь. Теперь, слово цель ложная, это неверно. Цель, это есть цель. Он поставил цель и думал, что ее достижение будет хорошим, оказывается плохим. Да, это потому, что это не цель была, а это было средство. У него есть цель. Он хочет, чтобы мир определенным образом выглядел. Для этого он применяет средства. Вот это средство он сделал, и оказалось, то, что я сказал, стало нехорошо, а плохо. Значит, он выбрал неправильное средство. И это и значит, что он поступил глупо. Он неуспешно ведет политику. Потому что цель-то его не в том, чтобы сделать... То есть не было цели сделать государство в порядке без Саддама Хусейна. Цель была заведомо создать проамериканскую демократию более-менее с хоть как-то западными ориентирами. Вот эта цель заведомо проиграна. И нельзя сказать, что у них цели такой не было. Цель заведомо была. То есть я не говорю о случаях, когда, может быть, есть подтасовка целей. Может, он говорит одно, а он, на самом деле, хочет другое. Вы знаете, точно, очевидно, что Бус хотел сделать. И поэтому это пример неуспешной внешней политики. Поэтому я вам ответил на вопрос, что это успешность. И во внешней, и во внутренней политике, в любой политике успешность – это умение достичь поставленных целей. Не средств, а целей. Для целей выбираются средства. Если средство отсуществлено, а цель не достигнуто, это и значит, что средство было выбрано неправильно. Если сравнить то, что мы имеем сейчас в Иракии, то, что было задание Хусейни, и что все это получилось? Да, нет, секундочку. Я не говорю, что сейчас хуже, чем при Саддаме Хусейне. Это вопрос совершенно другой. Я не говорю, что зря Америка убила Саддама Хусейна. Очень хорошо, что Америка убила Саддама Хусейна. Я даже вам скажу цинично, что то, что Америка не планировала сделать, но добилась войны между сунитами и шиитами, для нас все только хорошо. Поэтому я не говорю, что стало хуже. Я говорю, что Америка не добилась тех целей, которые она поставила. Это 100%. Теперь вопрос, что мешает нам сформулировать и вести национальную идеологию. Вот этим сейчас мы и займемся. В чем и состоит наша цель на сегодняшний момент. Теперь. Дальше. Это логика. Я читаю ваш вопрос. Логика Трампа. Давайте не будем заниматься национальным билдингом, сансерином, на других проблемах. Я не сказал, что национальным билдингом, на других проблемах. Я ничего такого не сказал. Это, по-моему, странно. Очень странным образом меня... Из-за того, что есть какая-то там параллель, вы, по-моему, неправильно помните. Теперь. Пинкерс? Да. Он просто, ну, как бы, примерно та же логика, как у вас, что, ну, как бы, вот раньше они... Надо это прекращать, и вот надо как-то это делать по-другому. А как делать-то? Делают-то военные. Разве я сказал, что надо прекращать? Ты чего сказал, надо прекращать? Я сказал, что пока что цели не достигнуты. Надо делать другое. А что делать? Я даже это озвучил, что делать. Да, но делают военные просто. Делают военные, а военные... Ничего подобного. Ничего подобного. Делают никогда ничего. Делают военные. Делают всегда правительство. Военные делают то, что им правительство прикажет. Теперь... В Афганистане что вы будете делать? Как в Афганистане вы установите на долгое время демократии, если ты без военных? Никак. Вы, наверное, не слушаете меня. Я еще раз повторю. Я вам приведу пример Ирака. Что надо делать в Ираке? Ответ очень простой. Нужно признать независимый Курдистан как государство. Нужно перестать существовать государству Ирак. Нужно сказать, что там есть разные народы. Курды, суниты, шииты. Каждый имеет право на государство. Америка должна поддерживать те из этих государств, которые придерживаются американской линии. Ни суниты, ни шииты американской линии не будут придерживаться, а курды будут придерживаться. Поэтому рецепт такой. Прекреатить заниматься государством Ирак. Объявить, что это государство этого не существует. Объявить, что курдов признают независимым государством. После этого подготовить поддержку курдам. Суниты и шииты пусть воюют до скончания времен. Вот вам, пожалуйста, простейший рецепт для Ирака. А когда Турция будет кошмар? Для Турции будет кошмар. Это почему для Турции будет кошмар? Тоже не будет. Опять-таки, я сейчас не осматриваю все детали. Турция прекрасно с государством в Ираке примирится. Ничего страшного. Это все можно решить. Главное, что должно быть другое направление. Америка двигалась в Ираке, победив, начала двигаться. Реализовать эту победу она не смогла. Она не смогла превратить военную победу в политическую победу. И вот это действительно огромная проблема. Теперь, по очереди, секундочку. Теперь, вопрос, зачем Америка, чтобы в Ираке была демократия американского образца? Ответ. Америка хотела, чтобы в Ираке была демократия американского образца из идеологических причин. Других причин действий есть, не было. Их причина войны была идеологическая. Это ровно та же самая причина, зачем Америка воевала за Южную Корею. Вовсе не из-за денег. Она воевала, потому что любая идеология, а Америка – это страна, которая стоит вся на идеологии, в которой идеология является скрепляющим вообще цементом общества, всякая такая империя, Америка тоже, конечно, империя, стремится к своему расширению. Она полагает, что все демократии западного образца будут более-менее в ее периферии, в ее орбите. Ты тут идешь против огромной школы, которая утверждает, что Америка воевала за нефть просто на тот момент. Понятно. Я думаю, что это просто полная чушь. Потому что Америка вбухала в Ирак такое количество денег, которое никакой нефтью не окупается даже, наверное, на 10%. И ушла, и ушла отсюда, не захватив ни одного месторождения, Америка ушла отсюда. Да-да-да, секунду. Правильно, я не обсуждаю этот вопрос. Те, кто говорит, что Америка воевала за нефть, они просто думают, что вообще весь мир воюет за деньги. Что совершенно неверно. Это, да, но это российская такая идея, что главное для людей – это деньги. На самом деле мы видим абсолютно иное поведение. Мы видим, что для тех, у кого есть деньги и много денег, они главное думают о том, как бы испопятить с успехом для дела. И недавно даже российский миллиардер, Эти Фридман, пошел по пути американских миллиардеров, и все свое состояние завещал фонду «Дженесис», а не собственным детям. Просто целиком, там, все миллиарды. А американцы, миллиардеры, кто с этим занимается? Половину состояния завещают фондом. Пинцов, спроси, хорошо. На Второй мировой войне германские компании вполне торговали с фашистской Германией. Секунду, секунду, одну секунду еще. Я не могу все одно путь сделать. Да, мадам, вы все-таки ориентируетесь на очередь какую-то, на поднятую руку. Я ориентируюсь на очередь вопросов. Так, еще раз. Я ориентируюсь срочно на очередь вопросов. У меня был вопрос, зачем Америка воевала в Ираке? И зачем Америка в Ираке демократия американской области? Я именно это объяснил. Следующий вопрос. За 50 лет было создано государство Израиль. После дневной войны мы не знаем наши цели. Совершенно верно. Именно это является целью моей лекции. Я ровно сейчас к этому и перехожу. Я просто на примере Америки хочу показать, что мы не единственные такие, что проигрывать из-за неправильно поставленных целей не только Израиль проигрывает. Это Америка тоже проигрывает. Поэтому это все. Теперь. В Ирак все надо было заходить. Если бы Саддам столкнулся с Ираном, мало бы никого не показалось. Ну, это извините, это просто совершенно неверно. Саддам прекрасно воевал с Ираном много лет. И столкнулся с ним. И всем показалось мало. Никто это вообще не заметил. Там миллионные были потери, по-моему, в Ирано-Иракской войне. Всему миру было абсолютно наплевать. Поэтому Америка заходила в Ирак не для того, чтобы отводить войну Ирана с Ираком. А для того, чтобы просто наказать Саддама Хусейна. Который был сволочью, который открыто поддерживал террор. Который нам, кстати, очень мешал вообще жить. И хорошо, что она его уничтожила. То есть это все было, определалось только исключительно идеологическими причинами. Буш-младший хотел доделать дело Буша-старшего. Который освободил Кувейт. А что он делал? Доделал, хорошо. Но он... Так, нет, нет, поводьте, секундочку. Одну секундочку. Правильно раздобить весь мир на народы. И в Америке все народы в одной стране. Это я что-то ничего совсем не понял. Что вы хотите сказать? Я повторю еще раз важную фразу. С моей точки зрения, демократия западного образца не может быть, не может построена, не в мононациональном государстве. Сначала нужно иметь национальное государство. Только потом в нем можно строить демократию западного образца. Пожалуй, единственным постоянным примером, где это не так, является, я думаю, Индия. Где демократия есть и более-менее западного образца. И она, конечно, не является никак мононациональным государством. Ее поддерживает идеология индуизма. Но там англичане много вложили в ее, действительно, воспитание и добились успеха. Но в целом сегодня невозможно построить, если нет мононационального государства. А Соединенные Штаты Америки? И демократию стройте ее в Курскому государству, а не в Раке. А Соединенные Штаты Америки? Соединенные Штаты Америки давно уже являются государством и демократией. Поэтому, будучи давно таким, они уже могут расширяться и на не-мононациональное. Но вначале они были достаточно мононациональным. В том смысле, что англосаксы полностью доминировали. Хотя немцы составляли очень большой процент. Даже большинство, видимо. Население Америки этнически является немцами по происхождению, а не англосаксами. Да, да. Секунду, секунду, секунду. Я говорю про Динезис Америки. Когда Динезис, то немцев было много. Тем не менее, англосаксы полностью доминировали. И когда они провозглашали себя, когда они формировали себя, они, конечно, были совершенно гомоденной группой. Абсолютно. Вот. Теперь. Не, не, вначале, вначале они были, это потом приехали. Вначале первые проглашения Соединенных Штатов, они были очень монолитным англосаксовским обществом. Не, не, потом немцы, потом приехали в основном. Англосаксы доминировали тотально в первые, вот в, там, сколько там было, 18, 11, я вас не помню, Штатов. Когда они образовали Америку, они доминировали. Потом появилось очень много, поэтому в целом немецкая популяция очень большая. Но, может быть, даже в то время оно было довольно большой. Но главное, что основы Америки заложены, и вот протестантским англосаксонским доминированием, оно до сих пор продолжается. Вы знаете, да, любую статистику, что хотя немцев больше процентов среди населения, ну, происходящих от немцев, вся политическая верхушка, ну, там, на 80 процентов, вся англосаксонская. То есть, они, например, там, Нобелевские премии, скажем, англосаксы получают, там, по-моему, ну, евреи, конечно, запредельно много получают по цене процентов населения, но вторые англосаксы идут, и с огромным отремом от всех остальных. Поэтому это все, кстати, вещи-веси известные. Это много итальянцев и ирландцев. И тем не менее англосаксы тотально доминируют. Пошли дальше, пошли дальше. Теперь, вопрос здесь был, Миша, да. Нет, я хотел бы сказать, давайте, вот, предположим, если бы американцев в Ираке бы получили, если бы они поставили там демократии. Это был просто бы мощный аргумент против Идраиля. Нет, нет, ну, я, это, 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 если бы, это, нет, ну, я, 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 давайте мы соответствуемся на том, что, как бы, я хотел соответствовать на следующем. Реально был проявлен некий метод. Этот метод дал прекрасные результаты в предыдущий раз в Корейской войне. Этот метод тотально проиграл в Иракской войне. На самом деле он в Вьетнамской еще проиграл и до этого. Но, то есть, прежние методы, опять я демонстрирую к Израилю, сам метод абсолютно не работает. Причина неработания метода, я думаю, в том, что весь мир поменялся. При противостоянии социализма и капитализма этот метод работал. Сегодня нет никакого противостояния социализма и капитализма. Сегодня у нас столкновение цивилизаций. Абсолютно, вот этот вот переход после оспада Советского Союза к столкновению цивилизации, Хантинитоновскому, он абсолютно изменил все параметры. Поэтому все прежние методы войны стали неэффективными и неадекватными. Вот что я хотел сказать. Пошли дальше. Вернемся к НАСА-баранам. Что с Израилем? Мы с обладением Иерусалима все-таки говорим, а не про Америку. Я вам просто сказал, что это хорошо, что у них не получилось. Хорошо, что у них не получилось. Окей, прекрасно. Ну, прекрасно, Миша. Хорошо, что у них не получилось. Это другой вопрос. Я с ним не говорю. Всевышний нас спасает в любых вариантах. Хорошо, что арабы нас не признают. Хорошо, что арабы с нами борются. Это и верно, но это означает, тем не менее, приходится признать, что арабы ведут неадекватную политику, которая нам выгодна. И хорошо, что они ведут неадекватную политику. Но это же не означает, что политика адекватна. Нам выгодна их неадекватность. Теперь вернемся мы к Израилю. Что такое Иерусалима? Вот в этом смысле День Иерусалима – это очень важная штука. И я хотел сказать первое, что она не зря называется Иерусалим, День Иерусалима. Не в смысле того, что мы захватили город Иерусалим, а в том, что второй уровень, на котором мы ведем сегодня борьбу, он связан с Иерусалимом. Итак, что у нас такое Иерусалим? Значит, мы знаем все очень известную фразу «Ибо из Сиона выйдет Тара и слово Бога из Иерусалима». Всем это известно, что из Сиона должна выйти Тара и слово Бога из Иерусалима. И всегда, когда что-то утверждается, что А, то имеется в виду, что отрицается Б. Всегда, когда говорится, что выйдет из Сиона Тара и слово Бога из Иерусалима, значит не откуда-то из других мест. Так вот, что же отрицается? Какие, то есть Иерусалим в противопоставлении к кому он находится? И это противопоставление, как мне кажется, имеет два аспекта. Первое – это противопоставление внутри израильское, внутри еврейского общества. Второе – это противопоставление внешнее. Чем является Иерусалим с точки зрения устройства еврейского народа? В чем его суть? Почему именно Иерусалим? Ответ, конечно, всем известен и очевиден, что Иерусалим был выбран в качестве столицы, потому что он находится на границе между северными и южными коленами. Это, как мне и всем известно, да? У нас имеется в еврейском народе два центра. Первый центр – это Иуда, второй центр – это Иосиф. То есть есть два противостоящих друг другу подхода. Подход Иосифа, как всем известно, это подход власти над материей, преобразования материи. Это тот, кто может спасти Египет от голода, тот, кто умеет обрабатывать землю, тот, кто умеет руководить огромным государством, и может сохранить зерно, и может перевести народ из одного края страны в другую, построить более-менее живущую, на том уровне процветающую экономику. И это Иосиф. И таким является и Фраем, и таким является Северное царство, очень успешно экономически. И это евреи-менеджеры, евреи-инженеры, евреи, которые умеют справиться с материальным миром. Совершенно другой тип евреев представляет колено Ягубе. Ягуда, он не является властью материи, он является преодолением материи, подходом над материей. Не властвовать материи, а уходить над материей. И это, как всем хорошо известно, а если кому-то неизвестно, то об этом подъемнейшим образом изложена в книге «Библейская динамика» в комментарии на Тару, что Иосиф – это Рахель, которая красива, красота – это и есть власть от материи. Ягуда – это Лея, у которой слабые глаза. Слабые глаза означают невнимание к материальному миру. И Ягуда по своей природе – это духовность, которая над материей, которая выше материи. И это и есть два компонента еврейского народа. То есть, с одной стороны, успешные инженеры, менеджеры и изобретатели, и финансисты, и управители, а с другой стороны, создатели монотеизма, через который был дан монотеизм, в общем, в данном случае одно и то же, те, кто был способен в мире привести монотеизм, те, кто способен в мире привести запредельные для мира этические нормы, и те, кто способен создать книгу Танах, которая основа духовности человечества, вот это Ягуда. Теперь, и эти два, две основы еврейского народа, Ижеаль и Иудея, то есть колено Иудеи, колено Иосифа, они символизируют северное и южное царство, когда они разделяются, когда они в конфликте, то оба погибают, когда они объединены, тогда они оба выигрывают. Поэтому суть мессианских времен изложена пророками, как соединение Иосифа и Иуды. И пророк говорит, я возьму один посох и напишу на нем, что это Иосиф и его братья, возьму другой посох, это Ягуда и его братья, соедините посохи, и они не разделятся, и будут они одним царством, и единый будет у них лидер. Вот это и есть мессианские времена. То есть мессианские времена это интеграция Иосифа и Иудеи. И поэтому Иосифа как столица был поставлен между северными и южными коленами, то есть между Ягудой и Бениамином. Как вы, конечно, хорошо все знаете, границы между Иудой и Бениамином проходят по улице Яфа. Все, что южнее улицы Яфа, это Игуда, все, что севернее улицы Яфа, это Ибениамин. И старый, не старый, точнее, город, а древний город, то есть Давид, который находится южнее Храмовой горы, как вы знаете, не старый город 15 век, который сегодня называется Иератико, а древний город Иердавид, он был весь южнее Храмовой горы, она была на севере его, Храмовая гора относится к Бениамину, а весь древний город относится к Ягуде. Это все, конечно, знают, и тем самым Иерусалим может стать столицей в качестве объединения южных и северных, то есть объединения Ягуды и Иосифа. Теперь, у каждого из этих колен, или у каждого этих конгломераций, так сказать, да, у них у каждого есть своя столица, внутренняя. Внутренняя столица Ягуды является Хеврон, внутренняя столица Иосифа является Шхем, а Иерусалим это столица объединенная. Поэтому, когда пророк говорит, Исайя, из Сиона будет выходить Тара и Слово Бога из Иерусалима, это значит, не из Хеврона и не из Шхема. То есть, ни Ягуда один, ни Иосиф один не в состоянии что-то высказать человечество, такое глобальное, чтобы, потому что из Сиона выйдет Тара, это имеет в виду для народов мира, это не для евреев, а для всего мира. Вот, то есть, ни евреи типа духовности, ни евреи типа управления материи, сами по себе отдельно не могут сказать человечеству настоящего мессенджа, настоящего божественного слова. Только интеграция их вместе. Поэтому День Иерусалима, когда мы посетим именно Иерусалим, то это интеграция духовного и материального. Это интеграция духовного успеха и материального успеха. Это не подход крайне религиозности, если так назвать их, который говорит, что главное это изучение Тара, а все остальное несущественно. И это, разумеется, то есть, также не подход нерелигиозных, которые говорят, что главное материальный успех и остальное несущественно. Важна именно интеграция материального успеха с изучением Тары и с духовностью. Это понятно, это первое значение Иерусалима. Второе значение Иерусалима это в противопоставлении Синаю. То есть, из Сиона выйдет Тара, то есть, из Иерусалима, а не откуда они с Синая? Откуда еще выходила Тара? Она выходила с Гарисинайской. Поэтому, во внешнем плане Иерусалим противостоит Синаю. Теперь, как вы, конечно, все знаете, Медвязь говорит, что на Синае Всевышний предлагал Тару всем народам и только евреи взяли, остальные не взяли. А в Иерусалиме все наоборот. Евреи предлагают Тару народам, там, или слово Бога евреи предлагают народам, и все народы прекрасно берут. То есть, из Иерусалима все это может распространиться. Из Синая это распространиться не может. Почему такая разница? В чем существеннейшая разница между Синаем и Иерусалимом? На Синае Тара является божественной. Она сходит свыше. Тару божественную, с неба, не знаете, я так говорю, на Синае Тара приходит с неба, а нет человека. На Синае человек почти не соучаствует. Соучаствует, но очень мало. И поэтому на Синае другие народы не могут взять. Они не могут взять Тару небесную. А уже в Иерусалиме, уже евреи взяли, перенесли в Иерусалим, обжились ею, и Танах, уже в отличие от Тары, от чистой Тары, Танах представляет собой интеграцию божественного и человеческого. Есть то, что Бог предложил. Есть то, как мы пытались это реализовать. И поэтому книги пророков и книги писаний это, собственно, и есть опыт реализации божественного слова в реальной жизни. Вот когда есть опыт реализации в реальной жизни, вот тогда народы мира могут получить. В миниатюре то же самое представлено на самом Синае. Я уже рассказывал о концепции, что в глобальном плане по цене человечеству. Еврейский дает это иудаизм это Моисей, а, скажем, христианство это Арон. Это изложено подробно в шестом томе библейской динамики. Это вторая часть комментариев книги Исхода. Так вот, в этом соотношении Моисея и еврейского народа в поигравании Тары на Синае, оно является как бы корнем и миниатюрой соотношение еврейства народа и человечества на дальнейшем этапе. Когда Моисей приносит скрижали первые, они разбиваются. То есть, первые скрижали народ получить не может. Они разбиты. А вторые скрижали народ может получить. Почему вторые скрижали народ может получить? Потому что вторые скрижали это продукт работы Моисея и Бога вместе. Это известный комментарий, опять-таки он написан на второй части комментария на книгу Исход у меня в библейской динамике. То есть, вторые скрижали, так Медяш поясняет, ну это прям текст говорит, но Медяш очень подчеркивает, что Бог говорит Моисею, ты сделаешь скрижали, а я на них напишу. И Медяш говорит, что поскольку скрижали вторые это совместное творчество Моисея и Бога, Моисей делает скрижали, а Бог пишет, это сильно отличает их от первых скрижали, которые были скрижали божественные, и текст божественный, и буквы божественные, и все божественное. Потому что когда оно все божественное, оно не может быть внизу, его место наверху, когда оно пытается перейти в другое место внизу, оно не выдерживает, как, я не знаю, там, пловец не может с глубины подняться там быстро наверх, он понимает, да, или то же самое, что здесь даже если не быстро, то это само переход сверху вниз, в другую, как бы, пространство, разбивается, как и жаль, они не выдерживают этого воздуха или этого давления, напряжения или чего угодно, как они заветят. Только то, что сделано совместно Богом и Моисеем, оно может быть далее принято еврейским народом. В глобальной перспективе то же самое. То, что дано чисто от Бога, наседая, не может быть принято народами мира. Когда сделано Богом и еврейским народом, то есть, я уже сказал, это Моисей, это ситуация параллельно Моисею по цене к человечеству, то есть, по цене к миру, мы это коллективный Моисей. Так вот, тогда, наоборот, все прекрасно и весь мир может воспринять. Поэтому то, что из Сиона выйдет тара, то есть, из Иерусалима, это тара, переработанная через жизнь еврейского народа, тара, превращенная в тонах, и вот такая тара действительно может быть воспринята. Итак, возвращаясь к нашему главному пункту, который является праздником Дня Иерусалима. То есть, День Иерусалима, это день, когда мы должны перейти к тому, что мы экспортируем еврейскую модель, мы экспортируем божественное слово. Мы хотим, чтобы от нас это распространилось. И поэтому нам нужно перейти к совершенно другой абсолютной ситуации в политическом плане. Мы должны не играть чисто в тот уровень, который мы получили в войне за независимость. В войне за независимость речь шла о том, что мы можем существовать, что мы выживаем. Но в День Иерусалима, в шестидневную войну, нам была задана другая задача. Фактически в шестидневную войну Бог тянул Израилю новую задачку. То есть, заставил начать войну, дал возможность выиграть эту войну, настояполил арабов так, чтобы они не были согласны на мир, и поэтому все территории остались у нас. Никакого плана по захвату Иудеи и Самарии, всей территории у Израиля не было. Израиль был готов вообще все отдать, когда выиграл. Но нас не получилось отдать. Нам, в общем, сучили фактически это. Сучили в качестве новой задачки. Потому что задачу независимость мы выиграли. А теперь мы должны сделать задачу освоения своего исторического духовного наследства. Это подготовка к тому, чтобы говорить с миром. То есть, день Иерусалима, это мы должны перейти на такой уровень, когда нам есть, что сказать человечеству. Вот государству Израиль на первом уровне, ему нечего сказать человечеству. Да, действительно, мы хотим независимого, от покойного, тихого существования. Вот все хотят. Поэтому Израиль в этом смысле ничем не отличается, Израиль в маленьком как бы варианте, Израиль, выигравший войну за независимость, ничем не отличается от десятков других государств, выигравших свою войну за независимость и попавших на карту мира. Это не то слово, которое мы хотим возвестить. Если мы посмотрим, что Израиль такого возвестил человечеству на первом этапе своего существования, то приходит в голову только кибуц. Кибуц это был единственный такой хидус, я бы сказал, вечно такое новое, нетривиальное, потому что действительно реализация коммунизма. Это нетривиальная вещь. Опять-таки, она может вам нравиться или не нравиться. Можно считать, что кибуцы проиграли это и показали, что коммунизм не жизнеспособная формация. Но это другой вопрос. Тем не менее, они коммунизм построили. Кибуц это и есть государство в миниатюре построенного коммунизма. Интересно, что дети кибуцников не хотят жить в кибуце. То есть, иными словами, коммунизм плох не тем, что его нельзя достичь, а что о том, что когда его достичь, он никому не нужен. Но это совершенно, это действительно коммунисты не предполагали. Просто потому причина очень проста. Они исходят из того, что у человека есть только базовые потребности. Базовая потребность человека это получать за работу свою зарплату, заботиться о своем здоровье, о образовании для своих детей, о хороших отношениях с ближними. И в общем, вкалывать, а в свободное время потреблять духовность. Вот такое представление у коммунистов о людях. И вот эти вот потребности Кибуц полностью удовлетворил. Только оказалось, что человек это совсем не это. Человеку у него совсем другое что-то. Это отдельный разговор. Тем не менее, это безусловно, постоянное кибуцов было тем словом, которое Израиль сказал человечеству. И по всей честности слово Кибуц знает. Оно действительно выглавнилось, можно сказать, в лексикон мировой. Но все, больше ничего. А вот Израиль второго уровня говорит совсем другую вещь. Сегодня Кибуц никому не интересны. Сегодня интересны поселения в Рудее и Самарии. Они являются предметом столкновения. Сегодня о поселениях все знают. Сегодня никто не может понять, что же это такое за поселение. Зачем они все нужны? А мы не объясняем. Мы не перешли сами на эту стадию. То есть мы должны перейти на стадию, что нам нужны поселения для национально-религиозного возрождения, для того, чтобы сказать человечеству божественное слово. То есть мы должны себя позиционировать, как государство религиозное, не в смысле роли религии в государстве, не в смысле того, что обязательно является соблюдение Саввота или Кашилта, а в том, что мы призваны как государство сделать некоторую задачу – внести Бога в мир. То есть, как говорит Евсерки, в соседневную войну Танах ворвался в политику. И это переварить Израиль до сих пор не может. И хотя это кажется такой философией, на самом деле это цена практика. Именно поэтому Израиль тотально проигрывает во всех переговорах. То есть у нас нет четкой своей сформулированной идеологической позиции. Наша идеологическая позиция продолжает быть предыдущей. Мы хотим мира, свободы и независимости. А это неадекватная позиция. Мы давно имеем мир, свободы и независимости. Ничем не хуже, чем у всех остальных. Поэтому мы не можем удержать Иудеи и Смарию, мы не можем выиграть войну, если мы играем в предыдущую войну. И здесь я хотел бы особенно сказать, особенно, что это показывает, почему генералы неадекватны в политике. Мы это все сейчас узнаем. И даже некоторые удивляются. Говорят, вот генералы, они воевали, а вот они приходят в политику, они становятся левыми. Что же они становятся левыми? Ведь они же понимают, что такое арабы, они сказали, что должны быть правыми. Проблема в том, что генералы по самой своей природе играют в предыдущую войну. Потому что предыдущая война выигрывалась армией. Сегодняшняя война не выигрывается армией. Сегодняшняя война выигрывается. Это средствами массовой информации, своей идеологической продвинутостью, своей политической деятельностью. Армия имеет только вспомогательное значение. А Израиль, думая, продолжая думать в рамках первого уровня, потому что мы давно прошли, мы давно выиграли, нас давно перевели на второе уровень, мы никак это не можем понять. В рамках первого уровня армия была жизненно важна. Потому что вот как раз для вызывания, для того, чтобы обеспечить какие-то, хоть какие-то геоницы, хоть какую-то защищенность от нападения окружающих армии и государств, вот для этого нам нужна была, собственно, сильная армия. Отсюда велось воспитание всех, естественно, офицеров. Очень правильная в рамках первой задачи. Но вторая-то задача, это уже нерелевантно. Конечно, я не буду никак все армию надо распустить. Конечно, нет. Разумеется, разобрать армию, которую бы все обязательно, значит, боялись бы. Но этот вопрос, это очевидный вопрос. С этим выиграть нельзя. Только если у нас есть военная сила, мы не можем выиграть у арабов. Потому что они играют совершенно другую игру. Не в игру, которая называется военное противостояние, а в игру морали. С теми же левыми. Мы, например, не формулируем, почему поведение морально, например, правых. Мы не формулируем, какая наше дело, что мы, собственно, хотим. Причем надо формулировать это так, чтобы это было приемлемо для широкого круга людей. Не для чисто своих. Поэтому левые выигрывают, они формулируют мораль. Они формулируют моральные требования. А мы играем в целесообразность. Когда целесообразность играет против морали, целесообразность заведомо проигрывает. Всегда. Поэтому проблема наша, что мы никак не осознаем, что мы находимся на втором уровне. Что наше главное, главный вопрос, не сколько у нас будет самолетов, А главный вопрос, как мы представляем себя в средствах массовой информации. Какие позиции мы занимаем. Ну вот, например, простейшая вещь. Например, фраза известная «два государства для двух народов». Известная. Является ли решение ближневосточного проблемы по формуле «два государства для двух народов». Но, разумеется, является Израиль и Иордания. Вот вам Палестина, разделенная на «два государства». Западная Палестина и Восточная Палестина для двух народов. Западная Палестина, то есть западнее Иордан, это Израиль, это евреям. Восточная Палестина, то есть восточнее Иордана, это у арабов на сегодняшний день. Вот вам есть решение вопроса по принципу «два государства для двух народов, живущих в Палестине». Вот мы и живем в Палестине вместе с Иорданией. Вот такая формулировка, только такая формулировка можно действительно объяснить. Да, это напряжет отношение с Иорданией. Ну и что? Потому что нам ведь важно не там какой-то там, он сейчас пишет, там Израиль заключил тайный союз с Саудовской Аравией. Не нужен нам тайный союз с Саудовской Аравией. Нам от Саудовской Аравии нужен не тайный союз, а религиозное признание, которое не может быть при тайном союзе. Говорят, они не готовы на религиозное признание. Это значит, тогда нам не нужно делать тайный союз. Мы продолжаем, тайный союз нужен на первом уровне, когда речь идет там о военной мощи. А сегодня давно-давно военная мощь перестала играть роль. То есть то, что перестал играть роль, она, конечно, нужна, само собой. Но ее наращивание этой военной мощи абсолютно бессмысленно для победы на втором уровне. А мы продолжаем играть в ту же войну. Поэтому главное, что нам нужно срочноточиться в праздновании Дня Иерусалима, это не победа в шестидневной войне. Потому что сама по себе фраза победа в шестидневной войне позиционирует нас на первом уровне. Действительно, сама победа была на победе на первом уровне. А нам нужно наоборот. Нам нужно сфокусироваться на использовании результатов шестидневной войны. На том, чтобы мы правильно поступили с тем, что мы выиграли. Чтобы мы правильно использовали свою победу. А вот этого нельзя достичь прежними методами. Поэтому это не праздник победы в шестидневной войне. Это праздник постановки для нас новой задачи. С которой мы до сих пор не справились. В рамках которой мы должны перестроиться. Вот такое празднование Дня Иерусалима кажется мне наиболее адекватным. Теперь еще раз ответ на вопросы. Генералы лучше знают общую картину, включая разведданные. Это опять-таки, это совершенно неверный ответ. Нет. Генералы знают и разведданные, но они неправильной цели стремятся. Цель, к которой стремятся генералы, это политики, это военная безопасность. А нашей целью не является военная безопасность. Сколько бы они не имели разведданных, они не могут заблокировать решение ЮНЕСКО, которое позиционирует храмовую гору как арабскую, решение в семейной организации здравоохранения, которое позиционирует Израиль как наушительное право на здоровье. Если, по-моему, такая формулировка. Никакие генералы с разведданными ничего не знают. Поэтому фраза «генералы лучше знают общую картину» – это тотальная ошибка. Это игра на первом уровне. Если у нас речь идет о победе над арабскими армиями, то да, действительно, важны разведданные. Но если у нас идет речь о победе в идеологической области над идеологией антиизраильской, то никакие разведданные не помогут, если вы не понимаете, к чему вы стремитесь. А попытка играть в предыдущую войну, она безнадежна. Скажем, Южная Африка проиграла тотально, или Родезия, проиграла, несмотря на полную военную силу. Что, у белых там не хватало военной силы? Они что, проиграли, потому что не хватало экономической мощности? У них не хватало, не знаю, культурной базы? Все это у них было. И тем не менее, они глобально проиграли. Вот сейчас у белых начнут отнимать всю землю в Южной Африке. Почему белые тотально проиграли в Зимбабве и в Южной Африке? Не потому, что у них не хватало военной силы. У них генералы были отличные. У них спецназ был супер отличный. Они проиграли потому, что у них не было подходящей идеологии. Потому что Англия, Англия, потому что от них не стала Англией. Вы продолжаете говорить то же самое. Это неверный ответ. Он неверный потому, что Англия воевала против них. Да, Англия воевала против них. Но они не смогли выиграть у Англии. Почему? Они поддерживать, поддерживать их прекратили. Вы не слушаете меня, еще раз, еще раз. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Внимательно, еще раз. Да, Англия воевала против них. Да, они проиграли не черным в Южной Африке. Они проиграли международному сообществу. Включая Англию. Поэтому я не спрашиваю, почему международное сообщество воевало против них. Я спрашиваю, почему они не смогли выиграть против этого международного сообщества. Вот такой я вопрос задаю. Вы мне продолжаете говорить, что обществов было против них. Я знаю, что было против них. А сегодня оно против Израиля. Я заставлю вопрос, что нам делать, чтобы выиграть эту войну. Чтобы выиграть эту войну, нужна идеологическая ситуация. Потому что война ведется ни танками, ни пусками. Южную Родезию и Южную Африку победили экономическими, идеологическими, скорее, оружием. Даже не экономическим. Дело не только в бойкоте экономическом, а именно в идеологии, которая была построена так, что масса честных, хороших людей мира воевала против Южной Африки, против Родезии. При этом сказать, что им были важны черные, это все неверно. Сегодня эти черные живут гораздо хуже, убивают друг друга миллионами и всем абсолютно наплевать. Поэтому черные их не интересовали. Их интересовала аморальность белых. Поскольку белые не смогли создать идеологию своей моральности, не смогли переиграть карту так, чтобы они оставались, поэтому они и проиграли. Потому что они играли в предыдущую войну. И мне трудно оценить, могла ли Южная Африка или Родезия выиграть. Я думаю, что могли. Это требовалось бы очень серьезное действие. Я думаю, что если бы они просто отделились от черного большинства, то есть нашли в себе силы, действительно, то есть мы не хотим, но мы не можем это сделать в Ираке, разумеется, отдать арабам, потому что у нас есть другая ситуация. То есть нельзя перенести одну на другую. В Корее это одна была победа, а в Ираке нужна совершенно другая. А в Южной Африке они должны были действительно отделиться от черных, создать государство чисто белых, перестать совершенно четко связываться и отделиться, когда вот здесь наше государство. И вот тогда никакого портреида нет. Мы отдали черным половину земли, оставили себе кусок, вот этот кусок наш. И вот тогда бы они выиграли. Не была бы совсем другая вещь. Когда бы черные были гражданами другого государства, и нельзя было сказать, что у них опортреит или у них что-то другое, они черным отдали. И вот это оставили себе меньшую часть, но зато оставили свою. Вот тогда бы не была ситуация в сто раз лучше, чем сегодня, когда черные сейчас все отберут и все, и будет в Южной Африке, как в Родезии. Мы это уже, собственно, понимаем, да? Не сразу произойдет, но произойдет. И вот, поэтому вот уметь вот так вот перестроиться, понять, что время колониализма ушло, что нужно играть по другим правилам, что нельзя сыграть. Они хотели себе оставить черных слуг. И это была ошибка, нельзя себе оставлять черных слуг. Надо было из всего этого отделиться. Вот это они не смогли сделать. А на самом деле, если бы они это сделали, было бы не в то раз лучше состояние, чем сегодня. Это просто, конечно, примера. Теперь, еще раз, кстати, вопрос, который есть. Это привыкли в декларации Бальфора. Окей, это отдельная вещь. Я сейчас не могу как-то подтвердить эту концепцию, что два государства для двух народов – это Исраиль и Орданин. Разумеется, если надо быть ссылкой на Шанарема, прежде всего, там, это отдельный вопрос, как это обосновать. Я хочу сказать, что мы должны обосновать иначе себя, иначе позиционировать. Наш главный проигрыш из невозможных, неумения, неспособности пока что нашей правильно себя позиционировать, правильно сформулировать. Что такое мораль? Почему морально выигрывать? Почему аморально, например, там, скажем, вести поддержку палестинской автономии? И напрямую заявить, что палестинская автономия – это иосистское совершенно государство. И так далее. Много всего есть здесь. Много всяких пунктов. Главное, что мы... Реально ли кого-то убедить? Да нет. Реально ли кого-то убедить? Разумеется, реально. Сначала ты провозглаши это. Если ты этого не провозглашаешь, ты не можешь даже проверить, реально ли это убедить. Ты же этого никогда не говоришь. Ну, естественно, что ты не можешь убедить других в том, что ты сам не говоришь. Можем ли мы убедить других, что иудеи и самореи – это наша земля, если мы сами ее не аннексируем? Конечно, не можем. Если мы сами не берем ее себе, как же можно надеяться, и другие, скажем, что она наша? Реально ли убедить других, что иудеи и самореи принадлежат нам? Разумеется, реально. А как мы убедили, все смеются западные Галилеи принадлежат нам? И ничего, что Роды, Рамли, Яфа, Нария, Аждот и Аштилон принадлежат нам? Убедили. Хотя они по решению 47-го года это было. Теперь, вот вы говорите, если мне сейчас одну секундочку, вы говорите, на самом деле ЮАР пытался это сделать, ничего подобного. Строительство, так называются Бантустаны, отнюдь не было с этим попыткой. Бантустаны были попыткой, как бы, выделить черным небольшой кусок под контролем белых. А я говорю совсем не об этом. О том, чтобы уйти от черных, оставить себе большой кусок чисто белый, без всяких рабочих черных, без всяких слуг черных. А черным сказать, вот ваша, вот она, что и она, берите и делайте, что хотите. Вот ничего такого даже близко. И Южная Африка сделать мне не пыталась. Вот, теперь, Который Доботник Клэм и Моральной Фейсии с освоением и строительством поселений в Иудее и Самарии. Конечно, Иудеи и Самарии мы должны это позиционировать, как наша историческая родина. Позиционирование, это прежде всего аннексия. Разумеется, назначается аннексией поселений. У нас, наконец-то, мы услышали о попытке аннексировать Малиадумин. Я не знаю, пройдет это или нет, но эта идея вот сейчас приобретает популярность. Это, конечно, отличнейшая вещь. Это, безусловно, то, что надо делать в первую очередь. Вот, но начать надо, конечно, с аннексией поселений, сказать, что это земля наша. Мы не ведем, а именно мы готовы на гражданские или, там, экономические, социальные права арабов. Вот это мы давайте обсуждать. Какие у арабов должны быть социальные права? Да, это граждане и ардане, живущие в нашей территории. Может быть, мы готовы им предоставить автономию. Это надо обсуждать. Но главная состояние, она наша. Пока мы такого не... И это морально. Здесь, опять-таки, я сейчас не рассказывал моральную проработку. Самое главное понять другое, что война ведется за мораль. Не ведется война за танки и пушки. Не ведется война за военную силу. Война может быть выиграна только представлением себя как морального, моральной позиции. Представлением себя как справедливой позиции. Мы все время себя обосновываем необходимостью защиты. Если мы им отдадим, то они будут стрелять по Бен-Гуриону. Действительно, на средних это действует. Но настоящим основанием нуждается другое. Что морально, не создавая ни создание никакого государства Парабского в Удии и Смарии. Морально, что вся эта страна принадлежала евреям. Вопросы арабов должны осматриваться на гуманитарном уровне. И так далее. Что является аморальным само понятие палестинские беженцы. Что организация ООН, которая занимается политическим беженцем, это организация аморальная. Которая фиксирует поэки беженцев для детей, внуков и правнуков. Чего нет ни для кого в мире. Что политическая автономия – это российское государство, которое, например, запрещает передавать землю евреям. И в этом оно похоже на нацистскую Германию. И так далее. То есть, пока мы не будем обосновывать себя с моральной позицией, все представления, что мы можем выиграть на целесообразности, они абсолютно неверные. Нашей задачей является, что мы провозглашаем миру моральную позицию. Что мы действуем, потому что это справедливо, а не потому что это выгодно. Прежде всего, наша позиция честная, моральная и справедливая. Уже потом, пусть мы признаем, что эта позиция честная, моральная и справедливая, мы можем обсудить, как действовать поэзматически. Вопрос, да кто в мире это поддержит, ответ такой же. Если вы это не выдвигаете, то, разумеется, это не поддержит никто. Но если вы это выдвигаете, тогда можно поговорить. Но если мы это не выдвигаем, мы проигрываем заранее. Поэтому, еще раз, самое главное, война ведется не за военную силу, а за моральность, духовность и справедливость. И вот эта перестройка войны на втором уровне, потому что мы должны возвещать нечто меру. Мы возвещаем меру, глобальную справедливость и мораль. Это основа-основа тарель. Собственно, за этим честство к нам и приходит. Это измельчайство от нас должно услышать. И вот, поэтому, еще раз, игра на предыдущем уровне, это игра заведомо проигрышная. Все генералы абсолютно не годятся в политике и будут вести неправильную политику. Ну, потому что генералы умеют играть в предыдущую войну и не умеют играть в войну, которая называется мораль и справедливость. И СМИ. Поэтому проблема не в том, что есть левые или против нас, СМИ. Проблема в правых, что правые не делают то, что правые должны делать. А потом уже задавай вопрос, почему левые против нас борются. Пока ты сам не делаешь то, что ты должен делать, пока ты сам не осознал, что ты вышел на цену, новый уровень игры, и играть должен по другим правилам, не удивляйся, что ты проигрываешь. И это и есть главное, что мы должны взять для себя в праздник День Иерусалима. Вот это и есть то, что я должен был, хотел рассказать. Все, вот это все на сегодня. Вот здесь я хочу ответить на вопрос. Это первая цель для поражения. Уйти, останьте, потому что они потом бы сказали, дайте нам еще один кусочек и так далее. Видите ли, у нас имеется факт. Они играли иначе и проиграли. Англия нельзя было убирать свое влияние. Вам и всем понятно. Это другой вопрос, еще раз. У нас вопрос не ставится, почему Англия поддерживала черных. У нас вопрос ставится, почему белые в ЮАР сыграли неправильно. Откуда мы знаем, что они сыграли неправильно? А потому что мы знаем их судьбу. Их судьба в ЮАР. Вы не поняли, Финкер. А в ЮАРе будет то же самое. Что? Я хотел сказать, что Англия поддерживала это официально. Официально, они официально, они всегда поддерживают белых. А потом они решили по какой-то причине уйти и перестать их поддерживать. Послушайте, ну это же не серьезно. Послушайте, это не серьезно. Англия, я же не спрашиваю, что решала Англия. Я спрашиваю, почему белые играли неправильно. Вот в чем я спрашиваю вопрос. Вы мне говорите, потому что против них были сильные враги. Я знаю же, против них были сильные враги. Я спрашиваю, почему они с этими сильными врагами не справились? Потому что английский стеблишмент прекратил их поддерживать. Вы не слышите меня совсем. Еще раз. Да, я знаю, что английский стеблишмент поддерживал. Но почему же белые в Южной Африке неправильно играли? Потому что их 6 раз меньше, а у них сил меньше. Да ладно, 6 раз меньше. Мало кому, что их 6 раз меньше. Они могли бы, мало ли, а Израиль какой маленький. Ну и что, что 6 раз меньше? Воюют не числом, а умением. Почему есть меньше? Да, это в Сирии 10%. Они контролировали Сирию много десятилетий. Мало ли кого меньше. Это не ответ. Это не ответ. Количество не играет такой роли в современном мире. Играет опрос другое. Белые в Южной Африке настроили весь мир против себя. Почему они настроили? Не потому, что СМИ их ненавидели, а потому, что они сами не умели поставить правильную позицию. Вот это существенно дело. Поэтому не говорите, против них играли сильные. Почему они играли неправильно? В Южной Африке? Да, может быть. Но, конечно, он же был президентом. Да, действительно, Белых же выбрали. Они же были за это решение. Конечно. Опять-таки, я не говорю, что... Знаешь ли, его личность в истории большая? Но он же действовал не в безнодушном приостановлении. Он же не расследственный монахом был. Правда? А избранный президент. Были иллюзии, окей. Значит, а еще раз. То же самое. Потому, что у Белых были иллюзии. Ну, только это и значит, что они построили неверную идеологию. Позвольте пару слов сказать вам, а? Что-то да, пожалуйста. Пару слов. Во-первых, спасибо за интересную постановку вопроса. Спорить с ней, конечно, нелепо. Нелепо спорить с тем, что Израиль на сегодняшний день не является носителем некоего образца взаимоотношений между людьми, во-первых, и между людьми и Богом, во-вторых, а может быть, наоборот. Я ничего не понял. Что является или не является? Израиль на сегодняшний день, к сожалению, не является образцом отношений между людьми и, во-вторых, отношения между людьми и Богом. Значит, может быть, и наоборот, в последовательности. Но мне как-то не очень понятно и не очень я принимаю ваше противопоставление, так сказать, условно, в кавычках, генералов и государства, и политики. Дело в том, что основная задача любого государства, подчеркиваю, основная, состоит в обеспечении безопасности. И в этом смысле политика Соединенных Штатов Америки практически безупречна. Те язвы на теле человечества, которые сегодня проистекают, и возникновение которых косвенным образом можно, так сказать, упрекнуть Соединенные Штаты, они принесли, тем не менее, безопасность Соединенным Штатам Америки. И роль государства в этом смысле они выполнили безупречно. То, что арабы воюют между собой, а не подбрасывают бомбы, так сказать, и направляют самолеты на небоскребы, это обеспечение безопасности Соединенных Штатов. Я не закончил, как бы сценично это не звучало. Другой вопрос, что... Вы хотите, чтобы я ответил, или вы хотите монолог? Нет, я хочу монолог. Другой вопрос, ну не только же вам монолог, Виктор. Другой вопрос, то, что существует, помимо функции безопасности, которые являются, повторяю, функцией государства, существует еще другая функция, общественная, функция гражданского общества. Это формирование, насаждение, распространение определенных нравственных принципов, принципов, так сказать, гуманизма и так далее. И вот здесь я бы обратил внимание не на государство и на проблему государства Израиль, а на проблему общества, которое, к сожалению, на сегодняшний день не является в себе образец, ну, такого-то единого понимания задачи гражданского общества и не является образцом гражданского общества для других стран. Вот это маленькое замечание на ваше выступление, в целом, безусловно, интересное и заслуживающее внимания. Спасибо. Я позволю себе, я совершенно не согласен. Я, в первую очередь, я бы совершенно не согласился с тем, что вы сказали. Вы сказали, главной задачей государства является обеспечение безопасности своих граждан. Это, разумеется, является необходимым, но никак нельзя назвать это главной задачей государства. Это то же самое, что сказать, главной задачей человека является вкусно и сытно поесть. Разумеется, если человек не может поесть, то и он умрет с головы, то тогда задача поесть, она первостепенная. Но если человек справляется с задачей поесть, то у него будут возникают даже другие задачи, а не задача поесть. Поэтому обеспечение безопасности собственных граждан является, безусловно, важной, необходимой, но отнюдь не главной задачей государства. Потому что в долгосрочной перспективе выживание государства вовсе не состоит в том, что его граждане имеют безопасность. Вовсе не в этом. Для выживания государства нужно совершенно другие вещи. Например, нужно правильный челлендж для общества. Нужен вызов. Нужно понять, что мы... Да, вот-вот, спасибо. Париомида масла о применении государства. Примерно. Но безопасность – это низкая тема. Если она нужна, если ее нету. Но выживание в долгосрочной перспективе обеспечивается совсем не безопасностью. А, например, идеями, ради которых общество готово что-то делать. То есть вызовом для общества. Вот этот вызов играет, я думаю, более важную роль в долгосрочной перспективе, чем безопасность. И так далее. Разумеется, если человек умеряет от голода, то никакие ему не до музея. Потому что если он не умеряет от голода, то все-таки будет жалко, что он должен твориться только тем, что он еду ест. Одессишки читает. Поэтому армия, безусловно, нужна, но не она выигрывает ситуацию. Можно иметь твердую, сильную армию и проиграть тотально и глобально. Например, вот Южная Африка и Родезия являются примером государств, в которых армия была полностью денеспособна. И генералы были хорошими. А проиграли они тотально. Вот вам простейший пример, когда генералы занимались обеспечением безопасности, а что она пропала. Вот и все. Я могу вам привести тоже простейший пример, когда непонимание разницы между государством и обществом и их функциями для выживания народа, скажем так, привели к полной деградации того и другого. Это Российская Федерация. Нам долго наслаждали идею о том, что государство это все, а общество это так. Ну хорошо, мы не об этом говорим. А я говорю о государстве и обществе. У государства основная задача это накормить, это защитить, это обеспечить некий уровень благосостояния. А общество это не иждивенец, который должен ждать от государства, когда оно ему сформулирует национальную идею. А общество должно само созреть и должно обеспечить формирование этой национальной идеи или идеологии, как вы говорите, и продвинуть ее во все возможные, так сказать, гвалки планет. Хорошо, а реальность между нашими позициями в том, что я считаю, что общество и правит государством. Понимаете? У вас опыт России, а у меня опыт Израиля или Америки. Вот в Америке и в Израиле это общество и управляет государством. Поэтому вопрос, здесь нет реальность между государством и обществом. Просто государство это те функции, которые общество считает возможным директивно делать или насильственно делать, а другие не считают возможным. Только в этом стоит реальность между государством и обществом. В общем-то, государство это и есть тело общества, с помощью которого есть руки и ноги общества, с помощью которых глаза и зубы и все прочее, с помощью которых оно правит. Хорошо, большое спасибо. Я тебе хочу сказать две вещи, короткие и конкретные. Во-первых, у тебя прозвучало так, что эти самые арабы с территории являются гражданами Иордании, чем они не являются, это раз. Потому что из всех лишили гражданство. Во-вторых... Мы, по-вторых, не согласен. Они даже если не являются сейчас гражданами, мы можем сказать, что мы не признаем их лишение гражданства. Ты не можешь не признавать, что ваших король и Иорданский лишил гражданства. Ты можешь не признавать чего угодно, но по всеобщему восприятию они не являются гражданами, это раз. Во-вторых... Во-вторых, насчет того, что арабам запрещено продавать землю евреям, это нацистская практика. Я тебе хочу сказать, что более 13% самой лучшей земли в Израиле находят во владении Керен Каемет. Чартер Керен Каемет формулирует однозначно, что ему запрещено продавать землю не евреям. Там не говорится арабам, говорится не евреям. Поскольку это является... Послушай меня. Поскольку Керен Каемет это организация, которая имеет двойную природу и практически находится в постели с государством, то это для всяких практических целей это рука государства. Поэтому политика Керен Каемет это политика государства. Понятно. Керен Каемет вообще никому землю не продает совсем. Она ее только сдает в аренду. А реальные сдачи в аренду все время, как раз, арабы через Верховный суд добиваются права арабов на снятие, ну, на хатерах. Они пытаются добиться и в конце концов добьются. Но ситуация такая есть. И когда... И между прочим, ты тоже не прав в этом. Потому что в тех случаях, когда землю сдают арабам, таких случаев не так уж мало. Каждый раз государство возмещает эту территорию в каких-то других местах Керен Каемет. Ну, окей, это отдельный вопрос. Я не могу сейчас осматривать, я не знаю эти классические... Я просто хотел тебе сказать, что тут немножечко шаткая такая эта самая платформа. Окей. Ну, например, секундочку, например, смертная кальция за продажу земли евреям, это не шаткая платформа. Ну, конечно. Вспомни про этого на вид. И точно столько что было. Просто сдавали арабов и приговорили их к смертной казни, вообще говоря. Значит, можно сравнить вообще с Керен Каемет на БМС? Да. Окей, хорошо. Никто не сравнивает с смертной казнью. Но факт о продаже земли, он на его никуда не денет. Секунду, секунду. Секунду. Оль, я согласен, здесь много чего обсудить, но мне кажется, что мы закончили, просто завершили. Фраза из последней, что эти армия в ЮАР не проиграла, просто не стали воевать. Это неверно. Еще раз. Не стали воевать, чтобы избирать к Керен Каеву полить. Это неверно. Не в том, что они не стали воевать, чтобы избирать к Каеву полить. Они не могли ни с кем воевать. У них не было никакой возможности воевать. У них не черные завоевали белых. У них белое государство рухнуло под нажимом западного общественного мнения, а не под нажимом черных. Поэтому Фраза из-за армии в ЮАР не проиграла, они стали воевать. Это абсолютно неверно, совершенно верно. Когда мы будем заниматься сферот, мы уже занимались в прошлый раз, я все разошлал, всем то, что было. Я, может быть, еще что-то доразошлю, но, в общем, я уже больше не планирую, честно говоря, этим заниматься. Я хотел добавить технически. Господин Богомольный, я, может быть, неправильно произношу, но неважно, Ефим, я не знаю, сейчас присутствует или нет. Он прислал специально документ, попросил, чтобы я его тоже положил в папке документов, чтобы народ с ним ознакомился. Так что, пожалуйста, желающий, как раз на тему сферот, пожалуйста, посмотрите. Разумеется, большое спасибо, и прислали, если можно, и я тоже здесь еще положу несколько вещей такого типа документов. Я хотел бы все-таки задать вопрос, потому что я полностью согласен, чисто теоретически вообще нет ни одного противоречия. Но практически есть очень большая проблема. То, что ты сказал насчет Малея Думим, это прекрасно. Миша, давай, Миша, давай, Миша, давай, Миша, давай, Миша, давай, мы должны сейчас закончить. Напиши мне, давай это обсудим, я не могу, я очень большую удовольствие отношусь с миранием твоим словам, но давай это сделаем отдельно, мы не успеем сейчас обсудить, правда? Уже сейчас почти 7.40, мы уже на 40 минут больше времени окончания. Очень больная тема. Пинхас, большое спасибо за файлик. Ага, замечательно. Со сиротами. Спасибо, спасибо. Присылайте, пожалуйста, вопросы, обсудим это сейчас. Все, спасибо. Также в Facebook, откройте, пожалуйста, ветку, Пинхас будет говорить, народ подключится, будет плавная текущая дискуссия. Окей, Натан, давай закончим на сейчас, мне кажется, надо сейчас заканчивать этот урок, но мы уже... Господа, мы заканчиваем. Хорошо, спасибо, спасибо за внимание, и мы на этом закончим. Спасибо, Пинхас. Спасибо.